Испокон веков людей будоражат загадки, потерянных цивилизаций, реликвий и сокровищ. Найти клад мечтают многие, но в реальной жизни осуществить практически невозможно. Что же остается тем, кто жаждет приключений? Конечно же читать романы и смотреть экранизации. С книгами вы как-нибудь сами, а вот с фильмами можете мне довериться, и я помогу вам окунуться в мир приключений, чтобы прикоснуться к реальной истории. Если вам по душе мое предложение, отправляйтесь со мной в необыкновенную подборку лучших находок этого сезона, поднятых мной или в моем присутствии. Всем привет, с вами Седой Копатель. Сокровища, золото и бриллианты вы здесь не увидите. Это настоящий канал и реальные находки, которые откапываются из земли. А прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра. А начнем с десятого места. Кричит крестик какой-то. И что, интересный крестик что ли? Крестик, говорит, огромный. Пацаны, пошли посмотрим, что там за огромный крестик. Вообще темно, надо фонарь включить. Кинг рядом, меня охраняет. Ай, блин. Кинг, не путайся под ногами, не путайся. Что там показывает? Что там крестик? О, ты шоты нуты гнуты, ребята. Охренеть. Сейчас я селфи-палку отключу, ребята. И мы в прямом эфире, смотрите. Михалыч, это фундамент, да? Давай, я руну. Офигеть. Да ладно? О, ты. Нифига. Охренеть, ребята. Да что-то какая-то пыль, грязь. Ничего себе, вот это крестик. Это не крестик, а крест крестом, ешкин кот. Нифига. Вот это находочка. Ребят, смотрите, видите? Михалыч шурфит непосредственно вдоль, вдоль сруба. Это закладные камни, на нем лежал сруб. И вот в углу вот такая вот вещь. Нифига себе. Внутри пустота, ребят. Пустота. Что это означает? Не знаю, Кинг, прекрати. Что означает внутри пустота, не знаю. Здесь какие-то крепежи. Цвет металла желтый. А вот здесь проблескивается даже цвет металла белый. Возможно, вот здесь, вот видите, клепочки. Что-то было наклепано. У нас тут пацаны делегации, блин. Ну, пацаны, рассказываем, что здесь могло быть? Ну, распятие. А что здесь может быть на кресте? Серега говорит, распятие. А не на гроб это было? Да нет. Нет? Ну, находится в домовой яме. Это явно здесь не гроб, ребята. Мы не копаем кладбище, могилы. Это в доме. В доме. Ребят, пишите в комментариях, что за крест в данном случае поднял Михалыч. Он не маленький, вообще не маленький. Слушай, ну его и сверху можно было цепануть. Глубина-то какая маленькая. Ну, я не знаю, вряд ли. Смотри, как глубина. Несколько штуков. Михалыч, дай лопату свою. 30. Лопата 37 сантиметров. И лопата вот такого, смотрите. Стандарт, смотри, 25 на 40. Блин, вообще. Да сколько там? Да, блядь, 30 сантиметров минимум, блядь. 30 на 20. 40 сантиметров даже. Вот 20. Офигеть, да, да. 20 на 30. Ни хрена себе, вот это находка. Вот это ночной коп, ребята. Ох, ох, ох. Вот Михалыч, вот красавчик. Михалыч всегда подымает какие-то изюминки. Не зря у него шахтерский фонарь. Ладно, ребят, не зря мы земляного деда там задабриваем. В компании трех человек Рустика, Сереги. Вот, Михалычу. Вот, Михалычу вот такой вот зачетный. А в руки нам попал необычный крест. Это крест-мощевик. Мощевик – общее название емкости для хранения частиц мощей. Для тех, кто не знает, мощи – это останки людей, причисленные после смерти к лику святых. Мощевики изготавливаются в разных формах. Крест-мощевик, в том числе наперстные и напрестольные кресты. Крест-мощевики. Энклопионы. Ковчежицы. Мощевики в иконах. Малые частицы мощей при помощении в мощевик заливают воскомастикой – благовонная связующая смесь. На просторах интернета очень большое количество подобных крестов. И стоимость таких крестов впечатляет. Такой крест – нечастая находка копателя. И каждый хочет такое заполучить в своей коллекции. Так что желаю всем таких сигналов под катушку. Но это не последняя шедевральная находка, которую отыскались на этом выезде. Будет еще одна, редкая и дорогая, от которой просто будоражит. Я думаю, и вы будете в шоке. Ну а сейчас возвращаемся на шур. Приятного вам просмотра. Девятое место. На этом шурфе двушка 25-го была. И вот сейчас, смотрите, это копейка. Копейка 25-го. Я твоя налево. На моем веку эта монета у меня встречается уже восьмой раз. Это восьмая копейка 25-го года. Сохранчик. Ну, ребята, чистка покажет. Монета из шурфа. Вот. Ахаха! Кстати, такую копейку на 25-го года я буквально на днях разыграл у себя на стриме. Так, барабанная дробь. Да-да-да-дам! Внутри находится бумажка. Смотрите, ребята, смотрите, что там. Здесь, смотрите, что. Бабам! Вадим! Вадим Михайлов! Ёшкин кот, а! И сейчас у нас Вадим Михайлов забирает копеечку 25-го года. Офигеть, ребята! Вот это фартовый человек, а! Так что, ребята, красота! Вобью огонь! Ребята, на полнолуние, ребята! Ау! А на уме пускай спят. Хе-хе-хе-хе! красавчик восьмое место да ладно да он сзади даже скрипи же но по окислу по окислу видно все-таки наверно все-таки медь дымит на они серебряный вот и бомбанул вот и бомбанул ой какой красавчик за отличная стрельбу это у нас николай ребята вообще бомба а сейчас давайте расскажу о том что отыскалась на этот раз в руки нам попалась нередкая но и нечастая находка копателей знак за отличную стрельбу из винтовки один из наиболее массовых нагрудных знаков российской империи история знака началась с указа императора александра второго 1879 году объявлено в приказе по военному ведомству об установлении особого металлического знака для ношения на правой стороне груди вплощение отличных стрелков всех частей пехоты и кавалерии и для наружного их отличия до 1909 года имел одну степень изготавливался из бронзы и представлял из себя круглый диск с рельефными кругами виде мишени с надписью по окружности за отличную стрельбу и двумя скрещенными винтовками наложенным на мишень на оборотной стороне знака имелись четыре антабки для крепления к одежде чуть позже их стало две высочайшим повелением николая второго 1909 году были введены три степени этого знака знак за отличную стрельбу нижних щенов имели три степени первая высочайшая степень состоит из вентилевого изображения имени государя императора с императорской короны наверху окруженный лентой с выпуклой надписи за отличную стрельбу вторая степень состоит из кружка желтого металла по размеру в 20 раз меньше круглые мишени с двумя перекрещенными на поверхности его винтовки из круглые выпуклые надписи того же цвета за отличную стрельбу третья степень младшая состоит из такого же кружка но только белого металла с такой же надписью как у 2 степени знаком награждались нижней чины победившего соревнования по стрельбе лучшие по стрельбе на состязании в первый раз награждался знаком за отличную стрельбу третьей степени во второе раз знаком второй степени в третий раз знаком первой степени знак положено было носить на правой стороне груди каждая степень знака присуждалось только один раз. Если солдат был награжден знаком двух или трех степеней, он обязан был носить все эти знаки, один над другим. Количество неизвестно. Знак за отличную стрельбу из винтовки был один из самых массовых знаков в Российской империи. В силу этого невозможно даже приблизительно назвать количество изготовленных знаков. Знаки отличались видом мишени, вариантами винтовок. Наиболее ранние варианты изображались в винтовке системы Бердана, на более поздних – винтовке Мосина. Вот такая вот интересная находка отыскалась в ночном шурфе. Ну а сейчас возвращаемся и продолжаем искать желанные находки. А они у нас сегодня еще будут. Приятного вам просмотра! Седьмое место. Вот, ребята, круглая штучка. И это у нас, ребята, медаль. Мы вроде думали, что такое. Я его здесь немножко потер, и видно вензеля царей Александра Николая. Это медаль за Крымскую, ребята. За Крымскую. Правда, ушко было сточено давным-давно. Ну а сейчас давайте о находке. А рассказать есть о чем. Данная медаль нередкая и недорогая. Но к истории медали нужно отнестись с уважением. Клодоискателя прозвали медаль за Крымскую. Медаль учреждена в ознаменовании завершения Крымской войны. И по случаю коронации Александра II. Медаль имела два варианта. Светлой бронзы и темной бронзы. Кроме того, имела грация по типу ленты ношения. Медали светлой бронзы награждались главным образом военные или непосредственно участники боевых событий. Медали на Георгиевской ленте награждали все чины войск, воевавших против турок. На Кавказе. Участники Сининского сражения. И за защиту Петропавловска на Камчатке. Медалями на Андреевской ленте награждались все чины армии и флота. Ополченцы, казаки. Милиция, принимавшая участие в боевых действиях. Которым не полагалась медаль на Георгиевской ленте. Медалью на Владимирской ленте награждались военные чины всех ведомств, ополченцы, которым не полагалась медаль на Георгиевской или Андреевской ленте. Медалью темной бронзы только гражданские лица, оказавшие какие-либо заслуги, в том числе благотворительную помощь. Медалями на Владимирской ленте награждались граждане чины всех ведомств, которые не полагалось на Георгиевской и Андреевской. Медалями на Анинской ленте награждались купцы, оказавшие какую-либо заслугу, благотворительность. Давайте перейдем и к самой медали. Медалями чеканились из светлой и темной бронзы. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне изображен вензель императора Николая I и Александра II. Над каждым вензелем расположена большая имперская корона. Над ним сияющее всевидящее око. Внизу под вензелями полукругом годы Крымской войны. И цитата. На тебя, Господи, уповаю, да не последимся вовеки. От чеканина около миллион семьсот тысяч медалей. Вот такая история этой войны и медали. Надеюсь, вам понравилась история, факты по найденной находке. Ну а сейчас возвращаемся на шурф. Будет еще немного интересных находок. Включая вторую медаль. Приятного вам просмотра. Вот такая очередная историческая находка. Зачет. Шестое место. Рустик там. Ух ты, б***ь. Твою налево, б***ь. Твою, б***ь. Ты сми, б***ь. Блин. Ребята, вы извините за наш восторг. Просто Рустик первый раз поднимает. Первый раз поднимает он кольцевик. Блин. Ай-яй-яй. Тысяча восемьсот... Шестой год. Ох, твою налево, Рус. Есть. Сохран хороший, Рус. Блин, мои поздравления, Рус. Мои поздравления, держи. Вторая, прям все там. Красавчик. Так, у меня мы здесь, вот, ребята. Вот моя. Вот моя манетка. А двушка Сашина. Двушка Сашина. И вон там он еще. Ну, блин, ну что ты трогаешь, зачем? И вот еще одна двушка. Вот она, двушечка. Представляешь? Класс. Блин, красавица, Рус. Надежь. Посмотри, начальник. Ух, ты все, ты я как щуку поймал. Вот это большой, это приятный мой город. Крупная. Класс. Красавица у вас нормальная. Вот это все, жди. Жди в гости. Пусть должен быть. Да, за этот пузырь можно поставить. Очень приятная монета, большая, крупная. Пятое место. Итак, ребят, Сережа устал шурфить, без находок. Но он уже язвит. Говорит, Саша, иди. Но без лопаты. И медленно. Ну, я иду как можно медленно. Вот здесь. Где я? Оп. Да ладно. Третник, б***ь, отверток. Ох. Твою дивизию, а. Колин Николай, сиди дома, не гуляй. Охренеть. Сам в шоке, сам в шоке. Я даже сгурю. Полтинник. Или полтинник. А, полтинник. 50 копеек. Офигеть. Четвертоке, они, по-моему, без непортретки. Четвертки. А, хотя есть, да. Блин, блинский. Вот такой вот у нас коп сегодня, ребят. И ее выиграл человек из Дагестана, Магомед. Задонатив, ребят, всего-навсего 200 рублей. Представляете, за 200 рублей человек приобрел у меня полтинник серебряный. Настоящий. Копанный. Видеосюжет, а как мы его откопали, вы, конечно же, увидите. Дед земляной ему ни хрена ничего не давал, ребята. Вот он сидел там, блин, и у него ни хрена. У меня советы, советы, советы. А, пати пошел, поехали. И вот на тебе. Охренеть. Гудит засранец, блин. Гудит, блин. Ну, классно, че. Оп. И нету, Сереж. Все, все. Ничего ты не нашел. Кинг. Скажу, что здесь ничего нету, да, Кинг? На. На. Кушай. Кушай. А дома выкакаешь. На. Кушай. Кук. Все. Он съел. Съел. Все, Серый. Так что будем ждать. Да у меня сейчас Кинг тебе яйки все откусит. Ладно, мои поздравления. Так что классно. Терка, 7505. Четвертое место. Медаль. Че здесь написано? А что там написано? Медаль? А что там написано? Не нам, не вам. Не нам, не вам. 1877-й, 1870 какой-то. В общем, медалька интересная. Если действительно я найду про нее информацию, вы ее увидите. Возможно, действительно медаль стоящая. Я как бы не подумал, не интересовался, но сейчас держу в руках историю данной медали я прямо сейчас прикреплю. Так что будем знать. Приятного просмотра. Медаль в памяти русско-турецкой войны. 1877-1878 год. В государстве награда Российской империи. Для награждения лиц, имевшие отношение к русско-турецкой войне. Медаль учреждена по указу императора Александра II, апрель 1878 года. Всего было учреждено три вида наград. Из серебра, светлой бронзы и темной бронзы. Серебряная награда считалась самой авторитетной. К ней приставлялись военнослужащие разных чинов, оборонявшие Шибковский перевал, штурмовавшие крепость Карс и блокированных в боязни. Общее количество достойных серебряной награды составляет 83 334 человека. Аналог из светлой бронзы вручался в рядовому составу, а другим войскам-чинам, включая генералов, служащим морских и милицейских ведомств, волонтерам и ополченцам из Болгарии, участвующих в боях, военным и гражданским чиновникам, служащих при войсках, медперсоналу и священникам. Общее количество врученных таких медалей превышает 635 921 награду. Знаки темной бронзы вручались лауреатам, которые не участвовали в боях, но имели отношение к русско-турецкой войне. Таких награждений было 335 424 награды. На аверсе медали высечен шестиконечный православный крест. Он установлен на поверженном полумесяце, религиозном символе мусульман. Вокруг креста солнечные лучи, расходящие в разные стороны. Слева и справа от креста даты войны. На реверсе надпись «Не нам, не нам, а имя твоему». Надпись занимает 4 строки. Ее обрамляет лавровый венок. Использована в оформлении фразы часть библейской цитаты. Диаметр серебряных и бронзовых медалей одинаковый – 27 мм. С обоих сторон по окружности проложен толстый кант, выступающий над краем. Стоимость оригинальных наград составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В зависимости от металлоизготовления. Ну и, конечно же, степени сохранности. Ну а сейчас продолжаем смотреть. Возможно, что-то еще интересное выпадет, связанное с нашей историей. Третье место. Выпала очень интересная монета. Очень интересная. Это у нас деньга. Деньга Александра. ЕМ. Год, к сожалению, я не рассмотрел. Может, через камеру увижу. А наша монета оказалась очень дорогой монетой. Деньга 1815 года. На интернет-площадках стоимость такой монеты достигает в среднем 91 тысячи рублей. Наша же монета копаная. И сохран монеты не особо интересен. Но цена, как вы видите, 13 тысяч рублей. Была бы в идеале, достигала бы полмиллиона рублей. Вот такая вот находка меня порадовала первым сигналом на этом шульфе. Сейчас все это узнаем. Второе место. Ну что, ребят, очередная находка у Камрада. Так, где-то здесь. А, вот она. Вот она. Ой, это пушка. Ой, извиняюсь. Да. Двушка 25. Ты, блядь, карифаны. Вот тебе фортануло, Жека. Вот за ней лез. Я говорю, вот и там контроль. Лезет на мое место, кажется. Ай! Ты чуешь, да? Я тебе серьезно говорю. Серега вон в подарок нам закинул. Охренеть, ребята! Твою налево! Это сегодняшняя бомба! Все то, что там пацаны накопали. Серебро там, масонов там, царей. Твою дивизию, ребята! Да я посмотрю. Да, 25. Да, хренеть, блядь. Она 1070 минимум стоит. Даже вот так вот она чуть, видишь? Да, в таком виде она 1070 стоит. Я хренеть, блядь. Короче, я окупил свой коп, да? Тут, блядь. Ты весь сезон окупил, епты. С тебя пиво сегодня. Нет, подожди, сезон, я медаль в этом сезоне. С тебя планет. Медаль. Да это, медаль это по сравнению с этим вообще, блядь. Калаш есть, да, серый? Охренеть, блядь. Я не завидую, но, блядь, это на самом деле классно. Да, сейчас я не видел что-нибудь. Нет? Я не видел. Женя, я что здесь? Эмоции ваши, Серыш, как вы думаете, да? Нет. А кто нашел? Кто кто? Женька, блядь. Женек, да это кирпич, а не двушка. Вот здесь вода, блин. Русь, ты к нему навстречу идет, чуть-чуть не дошел. И я тоже иду к нему навстречу. Во-первых, она кривая, во-вторых, она ржавая. Я заберу, да? Вообще красавчик. Красота. Ну а сейчас давайте немножко расскажу о данной монете. Монета в две копейки 1925 года. Это своеобразная мечта любого кладоискателя и коллекционера. Нумизматическая стоимость монеты две копейки 1925 года составляет порядка 25-40 тысяч рублей при условии сохранности. А реальную цену я вам покажу чуть позже. Монета отчеканена из меди и весит почти 6,5 грамм. В 1925 году является последним годом, когда советская монета, в том числе и две копейки, чеканились из меди. С 1926 года для чеканки стали использовать сплав алюминистой бронзы. А монета стала весить привычным всем гражданам СССР 2 грамма. В советское время две копейки 1925 года были для нумизматов самым настоящим раритетом. Зачастую в советских каталогах и рукописных листах проставляли нам против цену просто слово раритет. Как говорят кладоискатели, основная масса монеты 2 копейки 1925 года сосредоточена в районах Башкирии и соседних областях, в том числе и Самара. Именно там, по некоторой статистике, обнаружено большее количество этих монет. Именно благодаря кладоискателям монета 2 копейки 1925 года перешла из раздела раритетов в редкие. Бюджетный вариант вполне можно купить в пределах 15 тысяч рублей. А за последние 10-12 лет стоимость монеты увеличилась примерно в 1,5-2 раза. Цена могла бы вырасти куда больше, но на нумизматических рынках ежегодно поставляются десятки свеженайденных экземпляров. Ну а сейчас давайте пробежимся по ценовой политике именно проходов данных монет. Для начала посмотрим стоимость монеты в сохране XM. Стоимость составляет 89 тысяч рублей. Проходов 4. Достигнута цена на торгах 70 тысяч рублей. Сохран монеты, как вы видите, неплохой. Следующая VX. Стоимость монеты составляет 44 тысячи рублей. Достигнута цена на торгах 57 тысяч рублей. Давайте посмотрим более худший сохран монеты. Достигает уже 32 тысячи рублей. И проходов таких монет 10 штук. Сохран, как вы видите, не особо. Ну давайте посмотрим и совсем плохой сохран. Сохран G. 12 тысяч рублей стоимость такой монеты. Достигнута цена на торгах составляет 12 тысяч рублей. Монета в очень плохом сохране. Ну а сейчас давайте посмотрим проходы именно по шкале. Как вы видите, большое количество было найденных и проданных монет. Средняя ценовая политика такой монеты 50 тысяч рублей. Но достигнуто и 113, как вы видите на своих экранах. Да, благодаря нашим братьям-комрадам монет откопано достаточно. И монета перешла из-за раритетов именно в разряд редких. Так что приятных вам таких находок под катушку. И наконец первое место. Итак, ребята, консилиум. Вот такой новый фундамент разрабатывает Евгений. Находки в принципе есть, но он нас позвал вон с того фундамента, где мы сейчас находимся с Серегой. Женька на ночь разработал новый фундик. И вот смотрите, что у него выпало. Та-дам! Ребята, это медаль. По размеру, по размеру, это Первая мировая война. Но здесь какая-то хрень в виде угля какого-то. Вот, сейчас я его смочу. Если что-то интересное, я вам покажу. И даже историю данной медали тоже прикреплю. Так что приятного просмотра и ждите, что же у нас отыскалось. Вещь огонь. Класс! У нас Женька раньше был фартовый. Серега говорит, теперь у нас будет медалист. Медалист. Все, погоняло, медалист. Ну а сейчас давайте я вам расскажу о данной находке. А рассказать есть о чем. Она редкая, дорогая и с историей. Начнем, пожалуй, с истории. Аканское ханство было самым молодым государством в Средней Азии. Их в 19 веке самым сильным из всех. Несколько десятков лет Российская империя воевала с довольно опасным противником. В 1868 году был заключен взаимовыгодный договор между Российской империей и ханством. Согласно которому русские и коганцы могли беспрепятственно торговать на территории двух государств. Но мир продолжался недолго, около пяти лет. Правитель ханства обложил свой народ непомерными налогами, жестоким обращением. Тем самым вызвал у народа волну недовольствия. Чаша терпения подданных ханства переполнилась в 1873 году. По ханству прокатилась волна восстаний, задушить которые кровавыми репрессиями хан не смог. Российский генерал-губернатор Туркестана прекрасно понимал, что промедление может обойтись очень дорого. В 1875 году организован военный поход с целью подавления восстания. 22 августа русские войска разбили повстанцев под Махрамом, а Насредин хан запросил о мире. В 1876 году в феврале фон Крауфман встречался с Александром II и получил от него санкции на упрощение ханства и присоединение территории к империи. Это событие император повелел увековечить чеканкой медали. Медали за покорение ханства Коганского. Указом, датированным в ноябре 1876 года, наградное изделие изготавливалось из бронзы светлых тонов. Диаметр награды округлой формы, размер 2,8 см. Аверс нагрудного знака венчался венделем императора, украшенной короной. Реверс медали по краю украшала надпись, поясняющая, за что она вручена. На оборотной стороне, помимо слов за покорение ханства Коганского, в центре было от чеканина две даты. Дата военной кампании – 1875-1876. В маленькую ушко продевалась георгская и владимирская лента. Ношение предписывалось на груди. В связи с тем, что награда была от чеканина небольшой партией в 7500 знаков, она относится к числу редких. Цена на подлинный нагрудной знак может варьироваться в пределах от 110-250 тысяч рублей. Вот вам и находка, вот вам и медалька. На этом и все. А что вы бы поставили на первое место? Пишите в комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok